Отец Дмитрий, здравствуйте, отец Александр. Беспокоит вас раб Божий Евгений из Уренгоя. Всегда смотрю ваши передачи и знаю, что время дорого, задаю вопрос. Вот я в своей жизни не перестаю, мне уже 54 года, значит, я не могу никак согласиться и смириться с тем, что творится вокруг, постоянно как бы пытаясь противостоять несправедливости в любых формах ее проявления, начиная, значит, от государственной власти и кончая там мелкими какими-то поступками людей, которые я не могу терпеть. И вот я несколько раз вам задавал вопрос, пытался смиряться, но понимаете, вот вижу вот эту всю несправедливость, как вы посоветуете мне с кем-то объединяться или в какие-то создавать сообщества, чтобы явно противостоять, потому что уже у нас в церкви, куда я хожу, невозможно создавать никакие, ну, действенные такие организации на уровне церкви, чтобы противостоять несправедливости. А она, вот как бы, на мой взгляд, с каждым, значит, годом все возрастает. Как мне быть в этом случае? Что делать? Нет, ну, церковь, как бы, у нее совершенно другие задачи. Зачем это, ну, как-то? Можно выгодить на уровне церкви, а можно на уровне, там, местной розничной торговли или, там, на уровне обувных фабрик. Ну, это совсем не нужно. Всякая деятельность общественная, она же имеет конкретные задачи. Вот. У вас есть интернет? Ну, соберите в Уренгое тех людей, которые вам сочувствуют. Пусть их будет, там, два человека или пять. Вот. И, как я считаю, что нужно не просто, вот, знаете, бороться с несправедливостью. Ну, это... Вот, например. Ну, 70 лет назад это прекратилось, а, допустим, в 70-х годах, там, прошлого века, и в течение 100 лет английские переселенцы в Австралию отбирали детей у австралийских аборигенов. Таких детей, забранных у них, оказалось около сотни тысяч. С какой целью это делалось? Это делалось с целью, чтобы сократить население аборигенов, потому что они их вытесняли. Ну, та же политика, которая в Америке была с американскими индейцами, потому что, вот, колонизаторы англосаксы, они, у них был другой подход, чем у русских колонизаторов. Вот. Именно, чтобы лишить языка, и чтобы вытеснить в резервации, и, по возможности, как можно больше уничтожить. Вот, сейчас это дело вскрылось, и эти документы, и вообще мир сейчас этим взбудоражен. И некоторые даже воспринимают то, что с Австралией сейчас произошло, это и есть вот наказание Божие за отношение к местным жителям. Вот, например. Ну, вот, что мы с вами можем сделать по поводу той несправедливости, которая была в Австралии? Мы не можем. И так же есть вещи, которые, вот, несправедливы в нашей стране, но ресурс наш, он весьма незначительный, чтобы это изменить. Но можно попробовать изменить что-то. Ну, например, там есть какая-то страдающая семья, или страдающая женщина. Ну, например, наверняка в Оренгое есть какой-нибудь муж, который застращал и лупит свою жену. Взять и этому делу помочь. Вот я, как священник, ко мне постоянно женщина обращается, запуганная настолько, что вообще боятся обращаться в милицию, потому что он говорит, обратишься, я тебя убью. А милиция как действует? У нас, я не знаю, как в Оренгое, они даже если его забирают, дебошира, отвозят его, а через два часа выпускают, потому что он там тоже не нужен. И вот он возвращается, и начинается все сначала. Вот, в основном у нас и как-то унять, особенно если у него есть деньжат, и он может как-то поделиться с милиционерами, то он вообще очень легко решает вопрос. А если он когда-то был милиционером, то вообще на него очень трудно найти его право. Вот взять отдельный эпизод и восстановить справедливость. Как уж вы там будете действовать, не знаю, желательно, чтобы и юрист был в вашей компании. Вот. И уже будет конечный результат. То, что просто, понимаете, собираться, греметь кастрюлями, писать какие-то плакаты, ну, это абсолютно недейственно. Это совершенно неэффективно. А вот если раз за разом, раз за разом, вы будете вот как воины, так и справедливость. Ну, надеясь, что в рамках, так сказать, юридического поля. Тогда это будет эффективно, принесет радость жизни, и вы многим людям поможете. И так далее. Вас узнают в Уренгой, к вам будут обращаться, и вы будете действовать. А потом вас с вами будут считаться, вас возьмут в городскую общественную палату обязательно. Что вот есть такой человек, не один, конечно, а одному очень трудно сделать. Но с помощью интернета вы можете десятикратно увеличить твои силы. Вот, например, какое-то несправедливое судебное решение. Пойдите к суду, сфотографируйте судью, потом укажите ее домашний адрес, телефон, фотографию. Скажите, вот это судья по такому-то, такому-то делу сделала то-то, то-то. И все. И все интернет-сообщество, это у нас уже около 40 миллионов человек, будут знать, где она живет, состав ее семьи, где она работает, и так далее. А может быть, и соберутся люди около суда, и скажут, мы не хотим, чтобы этот человек судил о нас. И так совсем. Понимаете, вот, всякая несправедливость, она боится огласки. Вот. Но надо понимать, что за вашу деятельность вы сможете вполне получить по башке. И очень серьезно. То есть, если вы боретесь за справедливость, надо тоже понимать, что ты идешь уже на конфликт с этими уродливыми явлениями нашего общества и с теми уродами, которые производят эти уродливые действия. Вот. А уроды, знаете, они иногда хоть и представляют как бы закон, но на самом деле по отношению к себе творят полное беззаконие и относятся к себе как к человеку, который за рамками этого поля. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok